Тот, о чем я прервался. Был такой художник, Леонардо да Винчи. Есть такая картина, Мона Лиза Джаконда. Вы можете на нее посмотреть, вы можете узнать биографию да Винчи. Вы не можете совершенно никак узнать. Точнее, вы можете доказать даже, что картина попала в музей не сразу из рук Леонардо да Винчи. Точно так же, как мои клипы, могут сюда попадать не сразу с того момента, когда я его снял. А может быть, я его снял год назад, а может быть, я его снял два года назад. И здесь никакой хронологии нет. У меня огромное количество видеоархивов, которые я сейчас выкладываю сюда. Так или иначе, кому-то они могут нравиться, кому-то нет. Опять же, я не претендую на роль крутого ютубера и блогера, который будет собирать с этого какие-то дивиденды. Кому интересно то, что здесь есть, я буду смотреть. Кому не очень интересно, те смотреть не будут. Я всего-навсего один из сотен тысяч людей, которые здесь крутятся. Только у меня еще есть какие-то видео, которые я выкладываю. Но то, что я выкладываю, абсолютно не всегда является истиной. Сколько раз вы думали, что вы переписываетесь с красивыми девушками, а на самом деле там сидели старперы похуже меня и смеялись над вами в лучшем случае. А в худшем случае это были какие-то вообще извращенцы. Так что, и особенно это касается тех, кто несовершеннолетний, не делайте большую ставку на социальные сети, в частности на ютуб. Почему? Потому что, ну вы же понимаете, это некий способ самовыражения, но это артистичность такая некая. Если, допустим, в своих песнях пою про какие-то страшные вещи, то совсем не значит, что у меня какая-то жутко страшная жизнь. Ну, в моем случае, да, страшная. Но, опять же, не все, о чем пишут писатели, это вот так вот по-настоящему. И точно так же с фантастикой. То есть не все, кто пишут про марсиан, на самом деле были на Марсе. Поэтому все хорошо, так сказать, но в разумных дозах. Что-то где-то здесь я, может быть, подыгрываю, что-то где-то я действительно документирую. Но так или иначе, очень сложно делать обо мне выводы только на базе видео из моего канала, потому что, на самом деле, ничего такого я здесь особенного не говорил, не делал. Так, развлекаюсь как могу. Приглашаю вас развлекаться со мной. Хотите, чтобы я вас развлекал, я с удовольствием вас буду развлекать и буду смотреть, как вы это делаете. Вот и все. Вот и вся, на мой взгляд, романтика иду. Поэтому не надо меня костерить за то, что где-то там я как-то так прикололся, что-то там написал, потому что это очень долгие разговоры. Здесь это совершенно никак нереально. Но те, которые хотели со мной как-то серьезно поговорить, серьезно поговорить, согласились, они находили способы со мной пообщаться. И я надеюсь, что я смог им чем-то помочь в этом общении. Всем хорошей недели.